Всем привет, друзья! С вами Гамбит и мы возвращаемся в карьеру за футбольный клуб Наполея. Давненько не было карьеры за этот клуб. Небольшой такой, знаете, простой был. Но наверстаем, наверстаем. Ребята, у нас сегодня в этом выпуске очень принципиальный матч с Ювентусом. Давайте сразу же перейдем к календарю, посмотрим. Помимо Ювентуса у нас Песа, дальше Азе, Алкмар и Беневенто. Ребят, я решил, что примерно 10 туров мы точно будем играть со всеми. Посмотрим на расклад в турнирной таблице. Может быть 15 туров сыграем со всеми. А там уже будем выборочно. С последними местами играть не будем, будем симулировать. Ну, я думаю, вы поняли мысль. Давайте посмотрим, что у нас тут по новостям. Освежим, так сказать, память. Мертонс блистает. Ну, действительно, очень здорово играет Биль Гейтс. А, кстати, Беневенто обыграл Ротоне. Напомню, что у нас матч будет в этом выпуске именно с этой командой. ССОЛ обыграл соперника со счетом по 1. Это была Парма. Так, что у нас тут интересно? Ну, насчет Эдера я согласен. Показывает бледную игру. Но я надеюсь, что он еще наверстает. Также это касается и центрального защитника Кемпембе. В первом же матче оформил пенальти нашего Рота. По турнирной таблице Ювентус на четвертом месте. Наполе на 12 строчке. Давайте посмотрим, кто лидер. Лидер это Сосуоло. Не одно поражение. 4 победы в 4 матчах. Максимум набрал очков за 4 тура. Ну что, давайте перемещаться к матчу с Ювентусом. Стартовый состав на ваших экранах. Роналдо Дибала, Рабьо Артур. Команд Бернардески, Данила Делихт. Так, тут понятно. По поводу наших футболистов. Здесь тоже все вроде бы отлично. Да, конечно, смущает меня то, что Фабиан не может пока играть номинального опорника. Поэтому он играет сейчас у нас центрального полузащитника. И из-за этого проседает центр поля. Он очень редко возвращается в опорную зону. Ну что, друзья. Команда уже выходит из-под трибунного помещения. Серия А на ваших экранах. Проливной такой хороший дождик на стадионе Ювентуса. Ювентус себя дома принимает на поле. Центральный матч, я думаю, этого тура. Неважно, на каком месте находятся сейчас команды. Я все-таки думаю, что это именно центральный матч тура. Паула Дибала на ваших экранах. Аргентинские нападающие. Ну что, поехали. Ювентус на поле. Судья фиксирует нарушение правил. К мячу подходит Криштиану Роналду. Подача на ближнюю штангу. Ух, какой момент. И Артур на опережение играет. 1-0. Ювентус выходит вперед. Упустили Артура. И тут великолепно откликнулся на передачу к Криштиану Роналду. Вот здесь вот опять проиграли позицию. Передача на Бакайко. Бакайко. И можно отправлять бразильца Эмерсон. Набирает скорость Эмерсон. Подача хорошая. Симхен. Моментище. Добивания не будет. Защитник поспевает. Вот это был, конечно, потрясающий момент у нигерийца. Но нужно было сравнивать счет. Но немного не в угол пробил. Счастное великолепен. Пробьё. Может быть очень опасно. Бернардеский смещается. Технично делает всё. Бернардеский. Мэрот не даёт удвоить преимущество Туринскому клубу. Француз ждёт партнёров по команде. Плохо развернулся передача. Александро. Хорошо проходит. Ставит великолепно. Да что ж такое-то, а? Ну ё-моё. Бернардеский. Вот здесь посмотрите. Александра великолепно поставил корпус. И Бернардеский сразу же в ближние 2-0. Летит на поле. Может быть очень опасно. Вы посмотрите, что происходит. Ещё удар в ближний. Рикошет. В итоге мяч оказывается в дальнем углу ворот. Марата. Оливара Марата выходит. Делал счёт 3-0. Если, как говорится, не прёт, то не прёт. У Ювентуса залетает почти всё. Вот здесь отлично прошёл. Бернардеский. Фирпо, конечно, тем лучшим образом играет. Кимбембе как мог отрабатывал в обороне, но этого не хватило, чтобы нам не пропустить. Именно, кстати, Кимбембе сначала вытащил мяч из-под ног нападающего Ювентуса. Ну, а потом, собственно, и сам же в дальний угол и направил. Хотя, мяч записали на испанца. Ювентус неплохо комбинирует. Почувствовал кровь Ювентус. Хотя, куда там ещё больше его чувствовать. Счёт 3-0. 4-0. Ювентус просто уничтожает. Это уже Криштиану Роналду. Певает очередной гвоздь в крышку гроба Наполе. Всё, друзья. 4-0. Ювентус дома просто катком прошёлся по Наполе. И такое вот поражение. Вот такой вот у нас матч. Вот такой вот начало этого выпуска. Роналду забивает победный гол. Победный гол Ронни забил. Я тут не помню, кстати, первый гол нам забил. Ну, да ладно. Сам Дориа проигрывает интро 4-0. Ювентус и Латсу ещё 3-0 нагнул. Ну, молодцы. Молодцы. Сказать. Опять проблема у Ким Пембе. Уже ли не лучший трансфер? Пока всё именно к этому и идёт. Ну, а следующий матч со Спицей. На 20-м месте эта команда. Ну, нужно хотя бы эту-то команду постараться обыграть. У нас вообще проблемы на самом-то деле. Одна победа, два ничинных результата, два поражения. Минус 3 разница пропущенных мячей. Это прискорбно. Сразу перемещаемся к матчу. Состав я не менял, а вот форму я поменяю. Наполею себе дома принимает специю. Нужно обыгрывать команду с 20-го места. реабилитироваться перед своими болельщиками после унизительного просто поражения от Ювентуса. Его сразу же передача Асимхен. Удар в дальний угол. Галкипер выручает. Неплохое начало. Сабуслай. Хорошая передача. Асимхен. Технично сместился и снова вратарь. Вот здесь можно отправить Лозанну на рандеву с Галкипером. Асимхен немного забежал. Пошла подача на двой хороший какой момент и все-таки забивает. Все-таки забивает Наполе, но забивает и было положение вне игры. Этого момента я не разглядел. Сейчас посмотрим на повторе. А сколько все было? Ну, очень даже на многом. Полметра почти. Лозанна ускоряется и все. Полетел мексиканец побороться. Лозанна. Ой, красиво как. И забить бы еще. Ну, как поборолся сейчас мексиканец. Все сделал, но тут и отдать должное защитнику отработал до конца эпизод и обуслай. Ох, как хорошо разыграли. Ну, да что ж такое-то? Провидел снова выручает. Сколько моментов уже? Как же голкипер-то здорово играть? Неужели поймал кураж? Скидку Кулебали? На дальнюю еще одна пушка страшнейшая. Это в исполнении уже симфема. Что творят футболисты Наполи, но и пока не везет. Да, Джон Фрэк Золо просто в недоумении. Какого такого происходит? Собо слай потрясающая передача. Прострел? вот здесь-то здесь отсайда никакого не было. Великолепно. Наполи на три головы сильнее гостей и это доказывает. 31 минута 1-0, хотя счет уже должен быть по-хорошему ну, 3-0 примерно. Хорошая, размашистая атака, просто разрезали всю оборону и Асимхен спокойно в пустые. По большому счету в пустые ворота забивала Виктор Асимхен. И штрафной. Ребята, это что происходит? Я просто молчал. Я молчал, хотел посмотреть как в итоге это все будет разыграно. Это разыграно великолепно. Первый момент, я бы даже не сказал, что это был какой-то... И опять Кемпимбет. Твою ж мать, да что ж ты такой ты такой-то Соба 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 Слай Удар хороший, я думал, мяч окажется в сетке, просто порвет ее после пушечного удара венгра. Тянулся немного к мячу, но проверил, то неплохо. Друзья, матч заканчивается, у меня просто опускаются руки 1-1 по такой игре. Я не знаю, я не знаю, что мне сказать. Мы должны были просто первый тайм им полную жопу наколотить голов нашему сопернику и спокойно второй доигрывать. Второй тайм специя засушил. У нас вообще не было особо до момента. Вы посмотрите статистику, сейчас мы взглянем на нее. 13 ударов, 8 в створ. Ну, и у специи, откуда у них кстати второй удар, я даже не знаю, в створ, я не видел этого. У нас следующий матч уже в Лиге Европы. Нужно сделать небольшие переустановки. По основе у нас сейчас играет Трис Мертенс, также играть будет Манолас вместо Кимпембе. Кимпембе уже себя проявил как смог. Эдер сыграет у нас вместо Асимхена и также у нас сыграет в основе Аспина. Ну что, давайте перемещаться к матчу с Азе Алакмаром. Азе 3 очка обыграл Риэкум, а Наполи Риэл Соседат пока по одному. Команда уже выходит из-под трибунового помещения. Стадион забит просто до отказа. Голландский Азе Алкмар дома принимает Наполи. Наполи находится сейчас в очень непростом положении в серии. Не в самой лучшей форме пребывает подопечный Джан Франк Адзола. Вступили Ювентусу 4-0 не смогли обыграть команду с 20-го места. Петсу сыграли 1-1. Вот сейчас на очереди собственно Азе. Неплохо так протащил Фирпу и сразу же передача на Эдера. Празили с мячом Эдер. А давайте в дальний проверим. Лозан решил не спешить в подключение Бакайко. Новый Эдер. Еще передача пятка. Неплохо так начинает футболисты Наполи. Бакайко хорошо и сразу же накрывает футболисты Наполи. Эдер. Эдер. Хорошая передача это Лозан на убойной позиции. Ну как же Лозан это пробил Безалаберно. И угловой. Высоченная подача скидка получится. Первый мяч футболист Азе. Эсмертенз. Азе Лукмар неплохо так сейчас начинать прижимать Наполи. Но Фирпу великолепен и можно развивать свою контратаку. Эдер. Развернулся совсем один здесь Лозан 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 врывается в штрафную Лозан ударить в дальний угол и голкипер контратака Наполи Лозан хорошо набирает скорость и можно передачу отдать на Эдер Эдер выход 1-1 Эдер мощный выстрел но здесь конечно Эдер уже всю душу всю силу вложил в этот удар 0-1 ну наконец-то наконец-то и 17-й номер тоже забивает не даются нам атаки голкиперы очень здорово играют но вот сейчас конечно пробил так пробил и пошли замены выходят два баллиста из молодежной академии это Льянг и Карбоны передача на Эммерсона Эммерсон по кайку по кайку еще передача вот здесь уже Эдер набирает скорость Эдер на дальние штанги кто прострел не самый удачный Льянг там пытался замыкать передачу и все друзья 0-1 минимальная победа Наполи было нелегко я могу сказать только одно мы не можем пока найти какую-то идеальную что ли игру для Наполи но будем искать ребят у нас заключительный матч мы сыграем на выезде с Беневентом Беневентом находится выше нашей команды выше Наполи Наполи на 15 месте вот это поворот давайте посмотрим что тут у нас в прессе в новостях Перона обыграла соперников Наполи не то что в не лучше она просто в ужасающей форме Эдер ну хотя бы хоть какой-то положительный момент Эдер забивает наконец-то Милик тем временем забивает уже три мяча ворота Ниццы вот так вот Джан Лука Карбоне дебютирует во взрослой команде ну я надеюсь что этот парень будет себя великолепно проявлять тем более потенциал у него очень хороший давайте быстренько проведем замену Собос Лая выходит также выходит Асимхен и Мерот возвращается в калиточку ну что друзья перемещаемся к последнюю матчу я надеюсь опять ливень да ё-моё опять ливень я надеюсь что выиграем наберём очки Пен Ивент он находится выше Наполе да это это футбол Павен сразу же на Эммерсона это Фирпо это Фирпо кстати и Фирпо видит то что Ансиния открывается великолепно Ансиния врывается в штрафную Ансиния на замахе удар в дальний да что ж такое что ж там с точностью то у наших футболистов Ансиния вообще сыграл грамотно шикарная пауза и пробил великолепно но точность подвела ох какой момент великолепно там сейчас разбирался футболист Бен Ивент с двумя защитниками Наполе накрутил там и Кулибали под раздачу попал и Фирпо но Мэра поручает нашу команду и только угловой подача на ближнюю Ансиния нужно пытаться убегать Ансиния посмотрите как за него там держится Ансиния набирая скорость Ансиния на Лозанна не пойдет передача Ансиния навес на дальнюю штангу разворачивается неплохо Фабиан затяжная атака и ой какая комбинация просто блестящая ну наконец-то мы растаскали оборону Бен Ивенту и Доминик Собослай 0.1 26 минута слушайте ну настолько просто вскружили голову обороне Бен Ивенту давайте посмотрим на повторе Лозанну передача на Симхена Симхен сразу же на Фабиан Фабиан передача на подключившегося Пенгра и Собослай Собослай делает счет 0.1 все в динамике все быстро и Доминик конечно молодец третий гол забивает в этом сезоне Сау ну это на самом деле это на самом деле читалось все голокипер там его реакцию я вообще комментировать не хочу ребят первый удар в сторону ворот в створ ворот и у нас 1-1 меня уже это начинает напрягать на самом деле давненько не заходил фифу и я теперь вспоминаю почему нет на самом деле мне это была причина ребят но между ног своему игроку это не знаю как это голкипер реакция мэрета но тут опять же без комментария потому что на протяжении все фифы 21 галкиперы там вообще не отличались никаким интеллектом Пятый гол в этом сезоне. Сразу передача. Хорошая на Асимхена можно отдать. Асимхен отрывается от своих опекунов. Асимхен. Ух ты, достал голкипер. Ух. Ну, долго, на самом деле, там Сабаслай набирал скорость. И у нас угловой. Подача в штрафную. По кайку. Казану. Асимхен. Асимхен самый расторопный. Вы видели, самый расторопный Асимхен. Наконец-то нам начало вести 1-3. Обычно нам такие голы забивают. 1-3. Хорошо. Поставил корпус. Вот здесь вот небольшая неразбериха. Асимхен вот здесь поставил корпус. Это отскок, и мяч остался на месте. Асимхен был самый, повторюсь, расторопный. Очередной раз. Это говорю. И сразу бьет в дальний угол. Мяч оказывается в сетке. 1-3. Отлично. По сути, в дебюте второго тайма мы уже отрываемся потихоньку от Беневенто. Ох, какая хорошая передача. Мэр Рэд. Не знаю, выручил бы, не выручил, но момент был просто великолепнейший. Здесь может быть опасно. Подача, хороший удар с лета. Опять рикошет. Да вашу мать. А как меня это уже задолбало. Опять рикошет. Господи, ну уже нет кемпимбе. Ну кто уже будет? Ребят, ну бомбит. Вот честно слово, бомбит. От такого бреда. Опять рикошет. Спокойненько они прикладываются, так спокойно забивают. Без комментариев. Решил просто подержать мяч. Здесь неплохо. Карбоны удар наносит молодой футболист. Оказался он в центре штрафной. Ну что, друзья. Валидольный матч у нас получился. Все-таки мы побеждаем 2-3. Ну, я думаю, карьера будет веселая. Так, Кулебали вылетает на 5 дней. Но это еще он с нами, так сказать, по-божески у нас вот Лиоренто. Ярости просто. Извини, Лиоренто, но ты не подходишь к нашему клубу. Наполе поднимается уже на 11-ю строчку. На первом месте по-прежнему. А, нет, не по-прежнему. На первом месте уже Ювентус Асуоло потерпел первое поражение. Также уже сыграл и в ничью. Ювентус 18 очков располагается на первой, повторюсь, строчке. Наша задача попасть и в Лигу Чемпионов. Это минимум. Список бомбардиров. Сапата. 6 мячей. Симхен, 6 Белотти. Дальше. Виталь, Сау, Ильичич, Марата, Чалхану, Ну что, ребят, давайте на этом завершать выпуск. Пока мы не можем найти игру. Действительно, это ну это так. Проиграли Ювентусу. Действительно, Ювентус пока наголо сильнее Наполи. Но вот матчи со Специей, с Беневенту, это вообще что-то из вон выходящее. Это какой-то ужас был. Я надеюсь, что в следующих выпусках мы все исправим. Не забывайте подписываться, комментируйте, поддержите видос лайком. С вами был Гамбит. Всем удачи, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok